Вечер под серебряным дождем Мы в прошлом часе выясняли, что происходит со стоимостью жилья в России Новостройки, вторичка внезапно выстрелила еще в июле месяце Ну и разумеется, отдельной строкой зацепили тему аренды жилья Очень многие отмечают, что за последние полгода аренда растет Люди, которые арендуют квартиры, рассказывают, что им повышают стоимость этой самой аренды Я попросила вас рассказать свою историю Живете в арендованном жилье, напишите, где, в каком районе Москвы Если вам, например, за последние полгода повысили аренду Сколько платили, сколько платите Например, нам в том числе пишут люди, которые издают квартиры Наш постоянный слушатель Георгий рассказывает как раз, что сам повысил 3 месяца С 70 до 100 в месяц за квартиру сдаю Две комнаты, 54 метра Набережная Таганка, 3 минуты от метро Георгий, кстати говоря, давно с вами не слышались, не виделись Следующий комментарий Аренда, район Коптево, однушка, 33 квадрата, 10-15 минут пешком от МЦК Было 39 тысяч плюс свет вода, сейчас 45 тысяч плюс свет вода повысили в июне Очень короткое сообщение Сокол, было 95, теперь 110 Юлиана пишет, жила за 27 тысяч рублей 5 лет в 10-18 минутах езды, ходьбы от метро Коломенское Кирпичный дом, 80-х В однушке, не с евроремонтом Далековато, конечно, от метро, да? Но удобно и в хорошем состоянии Хозяева очень приятные, аренду не поднимали Уехала в прошлом декабре, они издали уже за 35 Ну, Юлиана, еще раз, да? Согласно комментариям нашего эксперта, который прозвучал в прошлом часе Это, считайте, даром, да? Так, здравствуйте, я из Нижнего Сейчас ищу жилье в центре, вторичку Цены от 32 до 50 на одну двухкомнатную квартиру, пишет нам Елена Друзья, до конца этого часа наш WhatsApp в вашем полном распоряжении Очень хочется понять, да, каким образом у нас сейчас в Москве ведет себя рынок А тем, кто живет в регионах, отдельная просьба Ребят, что у вас со стоимостью приобретения жилья произошло за последние полгода? Переходя к другим новостям Сегодня внезапно Минюст исключил из реестра иностранных агентов Четверть внесенных туда лиц Значит, исключено 209 лиц, то есть это около 25% от общего числа тех, кто в этот реестр включены Это заявление непосредственно главы Минюста Константина Чуйченко Это заявление было озвучено на коллегии ведомства Он, кстати, уточнил, что по личному заявлению исключено 71 лицо По словам министра, закон предусматривает, как он выразился, вполне простую и разумную процедуру Выхода из реестра И дал такое пояснение Достаточно установить факт прекращения деятельности по совокупности признаков иностранного агента Тогда лицо будет исключено из реестра Такая процедура может быть инициирована как самим иностранным агентом, так и Минюстом Он рассказал также, что ведомство мониторит юридические факты деятельности иноагентов Обстоятельства утраты ими этих самых признаков статуса иноагента Чоченко уточнил, что сейчас эту процедуру проходит около 10 иноагентов Правда, приводить какие-либо детали он не стал Что касается тех, кто, как я понимаю, в этом самом реестре остался Значит, речь про телеграм-каналы Это телеграм-каналы, которые 16 августа Минюст признал иноагентами Речь про телеграм-каналы Бриф, Бриф важная и Низыгарь После того, как Минюст принял решение объявить их иностранными агентами Телеграм-каналы были переименованы Значит, в Роскомнадзоре заявили, что рассматривают возможность О возбуждении административного производства в отношении администраторов этих каналов Из-за отсутствия необходимой маркировки Материал распространен, все мы с вами знаем В Роскомнадзоре Это заявление Роскомнадзора вчера было опубликовано Сказано, сменив название или адрес в интернете Каналы иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов Ну и сегодня переименование телеграм-каналов иноагентов Прокомментировали в Минюсте Это, собственно, заявление все того же господина Чуйченко Он, в общем, фактически подтвердил вчерашнее заявление Роскомнадзора Сказав, что переименование не снимает ответственности с владельцев этих телеграм-каналов Изменение имени не означает появление нового субъекта права Переименование телеграм-каналов, которые Минюст включил в реестр Ответственности с их владельцев не снимает Ну и полную цитату приводит агентство ТАСС Сегодня мы видим определенные попытки со стороны незарегистрированных объединений Лиц, которые ведут работу в социальных сетях При помощи переименования каналов избежать выполнения необходимых по закону обязанностей Например, связанных с маркировкой Здесь следует отметить, что при переименовании телеграм-каналов Право-субъектность остается неизменной По словам господина Чуйченко Определить переименованный канал можно по идентификаторам, которые позволяют сохранять подписчиков Ну а кроме того, некоторые каналы иногда сами объявляют о переименовании Подтверждая свою непосредственную связь со статусом иноагента Это была прямая цитата Ну и далее Чуйченко как раз добавил, что изменение имени не означает появление нового субъекта права Субъект остался, остался его статус иноагента и связанный с этим статусом обязанности Плюс 7903-797-6333 Друзья, к другим очень интересным делам мы перейдем с вами через пару минут Во-первых, сегодня стало известно, что Минстрой и Центробанк могут ужесточить ответственность банков по кредитам застройщиков А СМИ обратили внимание на активный поиск бизнесом альтернатив банковским кредитам Такая публикация сегодня появилась у издания Forbes Поподробнее с этими делами будем разбираться через пару минут Вечер под серебряным дождем Слушайте, опытом аренды жилья делятся не только наши слушатели из Москвы и из российских регионов Но и наши давнишние слушатели, которые, например, сейчас живут в Лос-Анджелесе Любимая радио семья Жуковых Сейчас живем в Л.А. Северном Голливуде Снимаем по-русски однокомнатную квартиру Но правда, здесь они выглядят чуть иначе А стоимость 2300 долларов в месяц Плюс коммунальные платежи Примерно 150 долларов Семье Жуковых огромный сердечный привет Возвращаясь, так сказать, к нам Московская область 40 километров от МКАД Апрелевка до МЦД 30 минут пешком Транспорт не ходит вообще Однушка 45 квадратов Аренда 30 тысяч плюс коммуналка Дом проблемный Помните, зимой без отопления неделю сидели А сейчас вместо обещанных 10 дней без горячей воды Сидели месяц Не считаю, что снимаю за бесплатно В том числе Из Сургута нам пишут Владимир Ситуация такая, что за порядочную квартиру Можно снять за 20 в месяц Но цена на покупку от 5 миллионов До практически 9 Плюс учет ставки Друзья, до конца этого часа я принимаю ваше сообщение Плюс 7903 7976333 Кстати, я совсем забыла рассказать вам Тут говорила о судьбе телеграм-каналов Которые признаны Минюстом иностранным агентом Накануне Роскомнадзор говорил о том, что переименование Собственно ситуации не меняют И сегодня это фактически подтвердил глава Минюста Что касается, я не про Павла Дурова Я в целом про телеграм На этой неделе рассказывала вам об этом Стало известно, что полиция Южной Кореи Обвинила телеграм в пособничестве Подстрекательстве к преступлениям на сексуальной почве Полицейские отметили, что они проверили 8 телеграм-ботов Которые создают дипфейки А также групповые чаты Заподозренные в распространении компрометирующих материалов Более того, в полиции Южной Кореи заявили, что в рамках расследования Было выявлено 24 подозреваемых Правоохранительные органы Южной Кореи Выразили при этом желание и сотрудничать с властями Франции Где 24 числа, если вы помните, Дуров и был задержан Ему предъявлено обвинение по 6 пунктам Касающимся в том числе, кстати говоря И действия мошенников в мессенджере 28 числа, да, он был освобожден под залог в 5 миллионов евро Освобожден он под судебный надзор Без права покидать территорию Франции Так вот сегодня ТАСС пишет, что представители телеграмм Принесли извинения властям Южной Кореи И даже удалили часть дипфейков сексуального характера Которые там и распространялись Это непосредственно сообщение от Южной Корейской комиссии По стандартам в сфере телекоммуникаций Представители подразделения телеграмм в Восточной Азии Направили комиссии письмо В письме компания выразила готовность выстраивать доверительные отношения С комиссией, а также предоставила комиссии Новый эксклюзивный адрес электронной почты Для, соответственно, коммуникации В компании утверждают, что по запросу комиссии Удалили 25 видеоматериалов сексуального характера В ответ комиссия выразила надежду на улучшение реагирования На появление запрещенного контента на платформе Вот в контексте возбужденного во Франции дела И шести пунктов обвинений против Павла Дорова Интересно, как дальше будут развиваться события Тем временем в России Минстрой и Банк России обсуждают Усиление ответственности банков При выдаче проектного финансирования застройщикам Об этом сегодня говорили в кулуарах Восточного экономического форума В частности, Брия новости Ссылаются на замглавы Минстроя Никиту Стасишина Вот что он заявил Значит, я прям процитирую Обсуждаем с Центробанком Увеличение ответственности банков За выдачу бриджей проектного финансирования Ужесточаются требования не только к выдаче ипотеки Но также сегодня с Центробанком Прорабатываем более жесткий подход К оценке рисков при проектном финансировании При этом замглавы Минстроя Уточнил, что текущая ситуация Требует более тщательного подхода Еще в мае ЦБ пообещал, что несмотря на усилия Сообщал, точнее, прошу прощения Сообщал, конечно же, что несмотря на усилия Самого регулятора по охлаждению кредитования В апреле кредитование продолжило расти Причем во всех сегментах 400 миллиардов рублей рублевых кредитов Пришлось именно на застройщиков В рамках проектного финансирования строительства жилья Также значительный объем денег При этом сумма тогда не уточнялась Был выдан транспортным, энергетическим, телекоммуникационным компаниям Ну и исполнителям госконтрактов На этом фоне появилась очень интересная публикация У издания Forbes Значит, прошу прощения, у издания Ведомости Эта публикация также появилась и в Forbes Но оригинал, конечно, у Ведомости Компании из сектора малого Именно МСП малого-среднего бизнеса Оказывается, начали активнее искать Альтернативы банковским кредитам Это происходит в условиях высоких ставок И требований к заемщикам Ведомости ссылаются на представителей Авито, инвестплощадок, краудфандинговых И краудлендинговых платформ Казалось бы, при чем тут Авито? Ребят, ну это так в качестве анонса Вам поподробнее эту новость разберем во второй половине часа По данным Авито, в первом полугодии Количество объявлений о привлечении займов На Авито Увеличилось аж в три с половиной раза В годовом выражении достигло 25 тысяч публикаций Кто-нибудь из наших слушателей, которые относятся к МСП Имеют опыт привлечения займов Например, вот через платформу Авито Или через крауд-платформы Поделитесь, пожалуйста, этой информацией Плюс 7903-797-6333 Ну а очень подробно Каждый сценарий привлечения кредитов В частности, объявления на Авито Крауд-платформы и листинг ценных бумаг Нам разобрал знаменитейший, известнейший В том числе, часто бывавший в студии Серебряного дождя инвестбанкир Евгений Коган И его комментарии вы услышите во второй половине часа Оставайтесь с нами Пишите Плюс 7903-797-6333 Вечер под серебряным дождем Вечер под серебряным дождем продолжается Дарья Гордеева в студии Друзья, напомню, номер для ваших сообщений Ватсап, Телеграм, работают по одному номеру Выбирайте, куда писать удобнее Плюс 7903-797-6333 Ну и давайте разбираться в публикации Ведомости, в которой Из которой я с интересом узнала Что оказывается, компании Из сектора именно малого и среднего бизнеса Начали активнее искать альтернативы Банковским кредитам Это происходит, как вы понимаете В условиях высоких ставок И требований к заемщикам При этом ведомости ссылаются На представителей Авито, инвестплощадок Краудфандинговых и краудлендинговых платформ Значит, по словам представителей Компании рассматривают возможность Использования объявлений на Авито Краудплатформ и листинга ценных бумаг У меня сразу, опережая Вопрос к нашим слушателям Которые относят себя Именно к МСП У вас есть опыт Привлечения займов Например, используя платформу Авито Поделитесь, расскажите Плюс семь, девятьсот три, семь, девять, семь, шесть, три, три Заодно расскажите, как вы на это решились Как вы просчитывали риски возможные Значит, компании из сектора МСП Начали активнее пискать альтернативы Банковским кредитам Значит, например Вот такие данные приводит Авито В этой публикации В первом полугодии Соответственно, года текущего Количество объявлений о привлечении займов Именно у Авито увеличилось аж в три с половиной раза Это в годовом выражении И достигло 25 тысяч публикаций Под словом представителя площадки Пишут ведомости Выросло и число просмотров таких объявлений Оно выросло в два раза Значит, тем не менее Популярность продолжают сохранять предложения Инвестировать Или же, например, стать деловым партнером В обмен на долю в бизнесе С начала года было опубликовано 58 тысяч объявлений И предложений инвестировать И 185 тысяч объявлений О предложении стать деловым партнером В обмен на долю в бизнесе При этом за год Число их все-таки сократилось На 18,33% соответственно Число заемщиков в этом году Выросло на 1392 компании А сумма выданных займов Достигло почти 7 миллиардов рублей В полтора раза превышает Показатели аналогичного периода 23-го года Ведомостям об этом рассказал Исполнительный директор Инвест-платформы Jetland Роман Хорошев По его словам Спрос на услуги его платформы Зависит в том числе От проводимой ЦБ Как вы понимаете Денежно-кредитной политики Ужесточение Денежно-кредитной политики Негативно влияет На количество заемщиков В то же время Он обратил внимание На рост числа инвесторов По его словам С начала года По июнь Их количество Количество инвесторов Выросло на 26% Чаще всего За привлечением Финансирования Обращаются Торговые и строительные Компании По крайней мере Так считают Опрошенные Ведомостями Крауд Платформы Чаще всего Бизнес привлекает Займы же Под пополнение Оборотных средств Среди других целей Выделяются Например Располнение контрактов Между прочим В том числе И государственных Рекламу Закупку товара Расширение Ассортимента А по данным Центробанка Эти данные Также приводят Издания Ведомости Объем рынка Краудфандинга По итогам Первого квартала Этого года Составил 11 с лишним Миллиардов рублей А что является По сути Третью От общего Объема Рынка По итогам 23 года Есть еще Листинг ценных бумаг Да По словам Экспертов Растет спрос На первичное Размещение От компаний Которые готовы Отказаться От Соответственно Предшествующего Этапа При IPO Значит И в этом году Объем размещения Составит 8 миллиардов Рублей При этом Спрос на кредиты Со стороны МСП Сократился Следует Это из Индекса Деловой Активности МСП Который Составляет Опора России Совместно С ПСБ Также Эти цифры Приводят Сегодня Ведомости В исследовании Сказано Что оптимизм В отношении Инвестиций Снизился До минимума С декабря На фоне Высокой Ключевой Ставки Мы обратились К Евгению Когану Известному Инвестбанкиру С просьбой Дать оценку По рискам Да И популярности Вот этих самых Поиска Альтернативных Источников Финансирования Объявления На авито Крауд Платформы И листинг Ценных бумаг Дело в том Что сегодня Во-первых Ставки Очень высокие А во-вторых Даже вопросы Ставки Дело в том Что Центральный банк Закручивает Гайки Со всех сторон Не только С точки зрения Стоимости денег Но еще И потенциальными Мерами То есть Ограничивая банки В возможности Кредитования Банки Все чаще И чаще Начинают Бизнесом По разным причинам Дело не в этом Отказывать Потому что им Просто становится Невыгодно Из-за требований Центрального банка Отказывать Кредитование Поэтому Это в общем-то Нормальная история И действительно В этих условиях Бизнесы Ищут Альтернативы Альтернативных Источников Несколько Первое Это краудлендинг И он дорог То есть Это когда Частные инвесторы Через определенные Платформы Инвестируют Точнее Дают в долг Тем или иным Бизнесам Просто это Не по банковским Ставкам А по более высоким Незначительно Там на 2-3-5-7-10% Но тем не менее Дороже Второе Через механизмы Предайпио Или айпио Ну айпио Конечно здорово То есть Это по сути Свои как бы Бесплатные деньги Хотя Любой финансист Понимает Что бесплатные Они только Сыромошеловки Поэтому Бесплатные деньги На айпио Это партнеры Это необходимость Делиться Отчетности И так далее Это было сегодня Развито Но из-за падения Нашего рынка Опять же Из-за высоких ставок Сегодня Процессы айпио Приостановились И многие компании Замораживают Свои пока активности Или приостановили Свои планы По размещению Айпио Но это тоже источник То есть Это уже привлечение Не долгового А долевого Финансирования Наконец Обращение К частным инвесторам Да Многие бизнесы Сейчас Из-за недостатка К финансирования Вынуждены бежать За различными Фондами За различными Компаниями За различными Богатыми людьми Говоря Что одолжите нам И понятно Что ставки Там не 20 И не 25 А тоже Значительно Более высокие Так что Механизм Существует Монобе Если бизнес У нас нет денег Он будет крутиться Из последних сил И брать По любым ставкам Но Вот такая вот Реальность Плюс 7903 7976333 Друзья Если у вас есть Так сказать Ранее описанный опыт Поделитесь Своей историей Пишите Плюс 7 Еще раз Плюс 7903 7976333 Меня зовут Дарья Гордеева Видеотрансляция На сайте Silver.ru Через пару минут Вернусь в эфир Вечер Под серебряным дождем Из последних новостей Друзья В городе Баксан Кабардино-Балкарии Вспышка Острой кишечной инфекции Там за медпомощью Обратилось 212 человек 63 госпитализировано В том числе 56 детей Это сообщение От региональной прокуратуры В котором сказано Что в городе Приостановлена Работа Двух школ Двух детских садов И колледжа Коммерсант Со ссылкой На пресс-службу Минздрава России Сообщает Один ребенок В тяжелом состоянии Остальные пациенты В состоянии Средней тяжести Помощь оказывается В полном объеме Организованы Телемедицинские консультации Со специалистами Федеральных центров Сказано Что МУП Водоканал Баксан Совместно с МУП Нальческий водоканал Проводит Гиперхлорирование воды Которая подается По трубам Об этом также Рассказали В прокуратуре А Роспотребнадзор Региона Проводит Санитарно-эпидемиологическое Расследование Для определения Источника инфекции Жителям Дана рекомендация Не пить воду Из-под крана Использовать Бутилированную Или кипяченую воду Ну Я думаю Что Завтра Роспотребнадзор Уже какие-то Может быть Пункты Из этого расследования Сообщит Мы это будем обсуждать В эфире Соответственно Завтра С 17.00 Не прощаюсь В студии Дарья Гордеева Оставайтесь с нами Вечер под серебряным дождем Не осталось Друзья Напомнить вам О том Что завтра Среда А это значит 16.00 До 17.00 Очередной Выпуск Активный Предприниматель У нас запланирована Традиционная встреча В том числе И с гиперактивным Предпринимателем Ильей Тимошиным Чтобы следить За анонсами Подписывайтесь На телеграм-канал Серебряного дождя И собственно Телеграм-канал Активный Предприниматель А также Вторник Четверг С 16.00 До 17.00 Программа Анализирую Это все выпуски Которые вы Вообще любых программ Серебряного дождя Которые вы пропустили Можно найти Пересмотреть Или переслушать На нашей странице В Дзене Оставайтесь